Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. Браслов запрошая 28 и 29 вересня на фест працовников в Вёске Дожжинки. Вы смотрите вечерний выпуск новостей на Вектор ТВ. В студии работает Карина Хирсан. Здравствуйте. Смотрите в ближайшие минуты. За решением проблем к представителям городской власти председатель Новополоцкого горосполкома Дмитрий Демидов провел личный прием граждан. В жилые квартиры Новополоцка подключают утопление, однако тепло пока появится не во всех домах. 27-летие отпраздновал полоцкий пограничный отряд. Лучшие сотрудники отмечены наградами и благодарностями. Праздничный концерт, посвященный юбилею средней школы номер один, прошел в Центре культуры Новополоцка. Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халихало-2019» завершил прием заявок. Поле 200 исполнителей захотели принять участие в конкурсе. Об этом и не только более подробно смотрите в ближайшие минуты. Центр избиркома кредитовал 60 наблюдателей от Содружества независимых государств для мониторинга выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Об этом сообщил журналистом руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский, передает Белорусское телеграфное агентство. Миссия наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей осуществляет мониторинг избирательной кампании в Беларуси с 4 сентября. Формирование миссии продолжается. На сегодня Центр избиркома кредитовал 60 наблюдателей от Содружества независимых государств. Всего же в состав нашей миссии войдут около 400 наблюдателей, представляющих государство СНГ. Межпарламентскую ассамблею стран Содружества, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, исполнительный комитет СНГ, рассказал Виктор Гуминский. Он отметил, что координирует работу наблюдателей от Содружества независимых государств штаб миссии, разместившийся в здании исполнительного комитета СНГ. За решением проблем к представителям городской власти председатель Новополоцкого горосполкома Дмитрий Демидов провел прием граждан о тех вопросах, которые поднимали жители города. Расскажем далее. К Дмитрию Демидову обратилась новополочанка со своей матерью. В их долевой собственности находится квартира. Доля 1,3 принадлежит сыну новополочанки, который имеет группу инвалидности. На данный момент он проходит лечение в интернате и поэтому зарегистрирован там. Так как в одной из долей квартиры сейчас никто не зарегистрирован, теперь, согласно постановлению Совета министров, оплачивают жилищно-коммунальные услуги, среди которых горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных приборов учета, а также теплоснабжение необходимо по так называемому большому тарифу. Законодательство поменялось не только для тех, которые не заняты в экономике, а также у кого же жилые помещения разделены на разных собственников, где не один, а два, три, возможно, бывает и более, четыре, пять собственников. Поэтому необходимо, чтобы каждый собственник был зарегистрирован в своем жилом помещении, в своей доле. Если этого не происходит, то в данном случае и возникает шестикратный размер оплаты жилищно-коммунальных услуг. В каждой ситуации индивидуальный подход. Представители городской власти совместно с специалистами расчетного центра Новополоцка взяли решение этой проблемы на контроль. Глеб Рокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ. Сегодня жилые дома Новополоцка начали подключать к отоплению. Тепло появится не во всех домах. Часть города подключат сегодня, вторую половину – завтра. Обо всем расскажем прямо сейчас. 25 сентября в Новополоцке дан старт отопительной кампании. Специалисты отмечают, процесс запуска отопительной системы непростой. В связи с этим ежечасно во всех домах города подключить отопительную систему не представляется возможным. Сегодня тепло придет в жилфонд, который обслуживают ЖЭСы номер 1, 2 и 9. Что касается территории ЖЭСа номер 3 и 5, то здесь станет теплее уже завтра. Хотелось бы напомнить нашим жильцам о необходимости предоставления доступа специалистам нашего предприятия для развоздушивания систем. А также этот доступ необходимо предоставлять в квартиры верхних этажей либо в подвалы, где оборудованы подвальные помещения. Также хочу отметить, что пусконаладочная работа будет проходить некоторый период. В случае возникновения аварийных ситуаций просим неизмедлительно сообщать либо в жилищную ампуляционную службу, либо в аварийную службу по телефону 115. Согласно нормативной документации, запуск системы отопления может продолжиться до 10 дней. Однако специалисты уверяют, в Новополоцке готовы подключить тепло в кратчайшие сроки. Юлия Рубцова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Новополоцкий. Новая транспортная артерия молодежная нуждается в разгрузке от выхлопных газов. Факт признанный, а решить его можно несколькими способами. В первую очередь это создание так называемой «зеленой волны» движения транспорта. К сожалению, она не будет сегодня закончена в районе Глобуса, поскольку вот эти светофоры предусмотрены в составе проекта по расширению молодежной. Там средства пока отсутствуют. Вот эти работы, которые сегодня выполняются, это средства выполняются за счет глобального экологического фонда. То есть мы вот в этом проекте «Зеленые города» и одним из пилотных инфраструктурных проектов является организация «Зеленой волны» по улице Молодежной. Строительно-монтажные работы по установке трех светофорных объектов завершат уже к концу сентября. Новые светофоры устанавливают между остановками гостиницы «Нафтан», между остановками «Комсомольская», а также между домами 37 и 54 по улице Молодежной. Вместе с тем действующие светофоры оборудуют новыми контроллерами. А после пуска наладочных работ на Молодежной будет дополнительно закрыто пять нерегулируемых пешеходных переходов. Юлия Рубцова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Ежегодно в сентябре Полоцкий пограничный отряд отмечает дату своего рождения. И этот год не стал исключением. В день 27-летия лучшие сотрудники отмечены наградами и благодарностями. На торжественном собрании побывала и наша съемочная группа. Подробности прямо сейчас. Участок границы с Латвией и Литвой общей протяженностью почти 300 километров охраняет Полоцкий пограничный отряд. Он занимает достойное место в системе обеспечения национальной безопасности Белоруссии. Военнослужащие пограничного отряда своими конкретными делами доказывают верность белорусскому народу и своему воинскому долгу. В истекшем периоде 2019 года военнослужащими задержано свыше 200 нарушителей законодательства о государственной границе. В рамках экономической безопасности страны пресечено попытки перемещения товара материальных ценностей в 56 случаях на общую сумму свыше 40 тысяч белорусских рублей. Совместно с взаимодействующими органами изъято 14 единиц оружия, 861 боеприпас, задержано свыше 1 килограмма 200 граммов наркотических веществ. Цифры говорят о высоком профессионализме военнослужащих и слаженной работе всего коллектива. Охрана государственной границы, обеспечение законности и порядка на ней, пресечение попыток незаконного перемещения товарно-материальных ценностей, а также незаконной транзитной миграции – основные задачи пограничников. Сотрудники погранотряда в праздничный день награждены медалями за безупречную службу, нагрудными знаками и юбилейными медалями. Наградой был достойным облачанин Павел Мацкевич. Свою службу он начинал проходить в пограничном посту Урбаны, позже в ВИДЗе. Службу прохожу с 2010 года, с выпуска военной академии пограничного факультета. Пограничники – это люди, которые всегда готовы в любое время года, в любых условиях обстановки выполнить задачу по охране государственной границы. Почему выбрал такую профессию? Еще когда был школьником, пограничники приходили, проводили профилитационную работу, рассказывали о службе на границе, этим заинтересовали. В праздничный день для сотрудников и ветеранов полоцкого погранотряда с концертной программой выступили творческие коллективы и артисты Центра культуры Новополоцка. Сверху по коробке, впереди отряда, синие глаз и парень гармонит. От имени командования пограничного отряда себя лично поздравляю весь личный состав ветеранов с этим праздничным днем. Хотелось бы пожелать, конечно, крепкого здоровья, бодрости, духа, неиссякаемой энергии, оптимизма и дальнейших успехов в службе на благо нашей родной Беларуси. С поздравлениями и лучшими пожеланиями Глеб Рокофьев, Артем Табаков и коллектив Вектор ТВ. Средняя школа номер один Новополоцка в торжественной обстановке отметила с его юбилеем 60 лет со дня образования первой новополоцкой школы. В праздничных мероприятиях принимала участие и наша съемочная группа. Подробности смотрите прямо сейчас. Школа с богатой историей отметила юбилей накануне 7 сентября. Первой школе Новополоцка исполнилось 60 лет. По случаю праздничный концерт собрал более сотни неравнодушных. Среди присутствующих не только представители городской администрации, учащиеся работники школы, но и ректор Полоцкого госуниверситета, который в свое время учился в первой школе. Теперь же, отмечая праздничную дату, каждого сотрудника школы переполняет чувство гордости за то, что они часть ее истории. Наша первая школа заняла свое место в системе образования города. У нас свои определенные традиции, заложенные еще в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы. Мы продолжаем эти традиции. Наша школа выпустила более 5000 выпускников. У нас комфортно. Почему? Потому что наши выпускники приводят нам своих детей. А это уже награждение лучших педагогов школы. Благодарности и почетные грамоты учителя и сотрудники школы принимают от председателя Новополоцкого городского совета депутатов. За добросовестный труд и вклад в общее и столь непростое и ответственное дело. Я думаю, что столько лет отдав школе, наверное, само по себе волнение не может не присутствовать. И хочется всегда думать, что ты работник первой школы, всю жизнь посвятив этому труду. Я вельми рада, что працую в первой школе. Я працую в школе уже 25 годов. Все лето я буду выпускать уже четвертый выпуск. И вельми рада, что працую в такой сучастной первой школе. Пишем присоединиться к поздравлениям и пожелать всему коллективу школы здоровья, долголетия и новых свершений. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ Организационный комитет по подготовке и проведению международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало-2019» в Новополоцке завершил прием заявок. Более 200 исполнителей изъявили желание принять участие в предстоящем конкурсе. Впереди отборочные туры. Обо всем подробно расскажет мой коллега Глеб Прокофьев. 23 октября Оргкомитет Новополоцкого конкурса «Хали-Хало» завершили прием заявок. Анкета со сведениями об участнике и его музыкальной студии, а также видео с исполнением каждой конкурсной песни. Творческие визитки от потенциальных участников уже в Оргкомитете. Всего подано более 200 заявок. В основном это младшая категория, она наиболее популярна. Из года в год так традиционно сложилась. Участники представлены из всех регионов Белоруссии, из всех областей практически. Также в этом году подтвердили свое участие иностранные участники. Россия, Литва, Латвия, Молдова, Украина. Из этих стран планируют приехать молодые исполнители на конкурс в Новополоцк. Также в этом году впервые, возможно, примет участие представитель Сербии. Среди возможных участников конкурса из Новополоцка 6 исполнителей. Покальное мастерство, харизма, интересная подача исполнителя и креативность выбранного материала. По этим критериям профессиональная комиссия будет отбирать будущих участников «Хали-Хало». 30 сентября и 1 октября состоятся отборочные туры, на которых профессиональная комиссия примет решение о том, кто пройдет в финал конкурса и выступит на конкурсе «Хали-Хало». Всего планируется отобрать по 15 участников каждой возрастной категории. После чего до 7 октября мы разошлем всем приглашение, всем, кому повезет стать участниками конкурса «Хали-Хало». В этом году, как и в прошлом, жюри будет международным. В составе представители Грузии, Армении, Литвы, Латвии и России. Возглавит жюри певица и заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева. Конкурс «Хали-Хало-2019» пройдет 1 и 2 ноября по Дворце культуры Нафтан. По прогнозам синоптиков, 26 сентября в Новополоцке ожидается ясная погода, без осадков. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 3 градусов выше 0, днем до 12 градусов со знаком «плюс». Браслов запрошая 28 и 29 вересня на фест працовников везки «Дожжинки». Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000.